Вас приветствует информационная служба Лицкого телевидения с главными темами уходящего дня. Познакомлю я, Юлия Кевра. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. В преддверии важного политического события председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложищник встретился с коллективом завода электроизделий. Праздник на волнах Лидер ФМ и Твое радио 13 февраля во всем мире отметили День радио. Когда работа в радость, мастер аварийно-диспетчерской службы Лида Газ Алиция Микуть нашла свое призвание. 15 февраля православные верующие отпразднуют Сретение Господне, а в этот день во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Чуть больше недели остается до важнейшего политического события в нашей стране. На главной странице официального сайта Центризбиркома Беларуси запустили сервис, с помощью которого можно найти свой участок для голосования. Для этого необходимо выбрать подходящую область, район, город, а также название улицы и номер дома. После этого система выдаст адрес участка для голосования. По запросу пользователь получит номер телефона для связи, а также указание учреждения, в котором расположен участок для голосования. Кроме того, в разделе, посвященном текущей избирательной кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. О новациях избирательной кампании и не только глава района Сергей Ложечник продолжает встречу с трудовыми коллективами региона. Сегодня он пообщался с работниками Лицкого завода электроизделий. В ходе беседы Сергей Ложечник подчеркнул важность предстоящей электоральной кампании в стране. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Анна Кенть обозначила новшество политического события. Вместе с тем, во время встречи, председатель райисполкома Сергей Ложечник подробно остановился на вопросах социально-экономического развития региона, его достижениях и планах на перспективу. Все желающие могли задать спикерам волнующие их вопросы. Мы продолжаем пользоваться такой формой работы, это встреча с трудовыми коллективами наших предприятий города. Понятно, что помимо того, что мы приезжаем с информацией, с разъяснительной информацией, какие особенности теперешние новые электральные кампании. И плюс мне всегда, как руководителю города, напрямую, когда общаюсь с коллективом, поднимаются и некоторые вопросы непосредственно комфорта проживания в нашем городе. Очень много идет конструктивных предложений от жителей нашего города. Поэтому я всегда говорю, что такая реальная работа, реальное общение с людьми приносит очень много пользы. На волне праздника 13 февраля наши коллеги-радищики отмечали свой профессиональный праздник – Всемирный день радио. В нашем регионе работает сразу две радиостанции «Лидер ФМ» и «Твое радио». Обе в круглосуточном режиме 24 на 7 для слушателей, актуальные новости, интересные программы и популярная музыка. А тех, кто находится по ту сторону радиоприемника, Вероника Левдорович. А у нас имеется послание номер 9703, отправленное со Всемирным днем радио. Поздравляем вас, любимая «Лидер ФМ». Желаем вам хороших слушателей, замечательного настроения, прекрасных призов. Павел Болейшис ежегодно в День радио принимает поздравления с профессиональным праздником от радиослушателей «Лидер ФМ». Признается, для него это не совсем обычно, ведь задавать настроение на предстоящий день, дарить подарки и поздравлять часть ежедневной работы радиоведущих. На радиоволнах он словно рыба в воде. Его профессиональный стаж – 16 лет. За плечами тысячи минут в прямом эфире сотни интервью и десятки авторских программ. За время работы научился все свои проблемы, мысли, заботы всегда оставлять за дверью радиостудии. В эфир на позитиве и с улыбкой. Особенность профессии радиоведущего заключается в том, что нужно быть откровенным и очень искренним со своими слушателями. Мне кажется, что все люди, кто находятся по ту сторону радиоприемника, чувствуют, когда ведущий либо не в настроении, либо не в духе, либо не совсем откровенный и искренний со своими слушателями. Поэтому, когда я выхожу в эфир и все мои коллеги, мы, конечно же, стараемся все проблемы оставить где-то в сторонке, а работа есть работа и нужно стараться максимально быть позитивными. Компанию в эфире Павлу Болейшесу составляет Милена Ткачук. У микрофона девушка всего вторую неделю. Теперь каждое утро буднего дня Милена начинает не с чашки кофе, а с мониторинга новостной ленты. Все для того, чтобы быть в теме и оставаться с радиослушателями на одной волне. Милена признается, раньше, сидя у радиоприемника, работу ведущих представляла совсем иначе. Оказалось, в прямом эфире не так просто. Ведь когда ты за пультом и рулишь эфиром, то понимаешь, права на ошибку просто не имеешь. Когда ты попадаешь за пульт, ты понимаешь, сколько здесь ответственности, что права на ошибку здесь просто быть не может. Одна лишняя кнопка и весь эфир сорван. Поэтому на самом деле это серьезная ответственная работа, к которой нужно подходить максимально собрано и с головой. В студии по соседству вещает «Твое радио». Здесь хозяйка эфира Ольга Трон. Зрителям Лидского телевидения она знакома как ведущая программы «Званый гость», которая выходит как в радио, так и в телеэфире. Ольга откровенничает. Радиные будни в прямом эфире у нее выработали своеобразный внутренний хронометраж. Она уж точно знает, как распоряжаться временем. К примеру, если для обывателя 30 секунд – всего ничего, то ведущие прямых эфиров за три десятка секунд могут переделать массу дел. Придя сюда на радио, я поняла, что пять минут – это практически целая жизнь. А даже минута дает очень много шансов многое успеть. За 30 секунд мы вполне себе можем найти какую-то новость, обсудить ее с коллегами, выйти в эфир, тезисно для себя обозначить моменты, на которые стоило бы обратить внимание, и тезисно для себя в голове сформулировать мысли, которые бы хотелось сказать. Что еще хочется сказать? За 30 секунд успеваешь пообщаться с коллегами, успеваешь сбегать, набрать в чашку воды, выпить ту самую воду, прийти, надеть наушники. И обязательно остается одна секунда для подготовки в эфир. Посвящение в кадеты состоялось в первой лицкой школе. Более 20 десяти классников в присутствии почетных гостей, педагогов и родителей. А это Анастасия Корнила. Ее голос хорошо знаком слушателям. В радиоинных кругах она может смело претендовать на звание самого знающего журналиста. Она одна из первых узнает все самые свежие новости. Затем аккумулирует их, а после за три минуты слушателям двух радиостанций рассказывает об актуальных событиях района, республики и мира. За день для двух радиостанций Анастасия готовит порядка 70 новостей. За год получается весьма весомая цифра – 17 тысяч. Я, конечно же, стараюсь, чтобы каждый выпуск новостей был не только информативным, но и интересным. В каждом выпуске это, конечно же, мы уделяем внимание новостям нашего региона, Лицкого. Говорим о последних событиях, о предстоящих мероприятиях. Не обходим стороной события в мире, ну и, конечно же, в нашей республике в целом. Есть непосредственно особенности касательно утренних новостей, вечерних. Вечером у нас только региональные новости выходят. Утром это, конечно же, более такие легкие новости, чтобы утро человек начинал на позитиве, скажем так. Голоса наших ведущих звучат на территории шести районов Гродненской области. То, что нас слышат, слушают и любят – не просто цифры и сухая статистика. В жизни это подтверждают радиослушатели. Время работы таксистом. Слушаю «Лидер ФМ» радио «94,3 волна». Нравится клиентам. Плюс всегда можно узнать прогноз погоды. Хорошая музыка. Люблю Лицкое радио за прекрасную музыку и за позитивных ведущих. Заниматься спортом в компании Лицких радиостанций вдвойне приятнее. Слушаю вас дома, в машине и в спортзале. «Лидер ФМ» слушаем каждый день на работе, дома, в машине. С ним веселее, радостнее. Каждый день проходит и клиентам нравится. В нашем магазине всегда играет одна из Лицких радиостанций. Нам она очень нравится. И покупателям нашим тоже. Я обожаю танцевать под «Лидер ФМ». Работники радио стараются максимально разнообразить эфир. Делают его интересным и насыщенным новые актуальные программы и рубрики. 2024 год объявлен годом качества. И как раз к этому году мы подготовили цикл программ под названием «Символ страны» и «Гордость нации», где мы рассказываем о достижениях белорусов и Беларуси в целом. Также 2024 год отмечен 80-летием освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. И теперь еженедельно в нашем эфире можно услышать рубрику «Они сражались за родину», где мы рассказываем о Беларуси в годы Великой Отечественной войны. А также еще одна замечательная рубрика, которая появилась для наших слушателей. Это «Белорусские традиции», где мы рассказываем все самое интересное о нашей стране. Лида медиакомпания не стоит на месте, а шагает в ногу со временем. В прошлом году радио «Лидер ФМ» вошло в республиканское приложение «Радиоплеер». Заходите в Play Market и Apple Store и скачивайте приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте любимая радиостанция в избранное и слушайте радио бесплатно. «Лидер ФМ» в твоем «Радиоплеере». Наши радищики для того, чтобы разнообразить эфир, пользуются и современными технологиями. В эфире радиостанции сейчас можно слышать новые голоса. Однако увидеть их обладателей невозможно. Они сгенерированы нейросетью. Всем привет! Благодаря творческому подходу и удивительной целеустремленности Хелен Уильямс попала в Книгу рекордов Гиннесса. Радио занимает свою нишу в системе средств массовой информации. Обе лицкие радиостанции сегодня идут в ногу со временем. Чтобы оставаться лидерами в медиапространстве, была проведена и продолжает проводиться трансформация как технических, так и творческих приемов производства и распространения медиапродукта. Это использование новых платформ и современных технологий, совершенствование способов взаимодействия с аудиторией. Такой комплексный подход позволил радиовещанию не просто сохранить свою позицию, но и привлечь новую аудиторию. Хочу отметить тот огромный объем работы, который проведен на обеих радиостанциях. В перспективе у нас укрепление присутствия высоких технологий. Это нейронные сети, прежде всего, которые помогут внести разнообразие в вещательный процесс, который, опять же, ускорит где-то труд наших радиоведущих. Но, опять же, хочу выделить, что нейронные сети никогда не смогут сесть в кресло радиоведущего. Также следует отметить наше присутствие в радиоплеере. Первое отечественное предложение, которое позволяет на смартфоне прослушать любимую радиостанцию с любой точки мира. И в планах наших укрепление нашего присутствия радиостанции обеих в интернете, прежде всего в социальных сетях. На текущий момент работа проведена в социальных сетях Instagram и VK. В ближайшей перспективе мы откроем TikTok-аккаунт радиостанций. Это, в первую очередь, позволит наладить еще более тесное взаимодействие с аудиторией. Мы слышим каждого, мы читаем комментарии, мы реагируем на них и постоянно совершенствуем наш вещательный процесс. Мы слышим каждого нашего слушателя и готовы, опять же, на благо каждого совершенствоваться и далее. В планах на ближайшую перспективу, на 2024 год, обновленная студия «Твое радио», которая, опять же, позволит на новый качественный уровень вывести ту же программу «Званый гость». Поэтому это обновленный, прежде всего, визуальный дизайн, это обновленные инструментарии, программное обеспечение. Ну, это вот то, к чему мы стремимся. Впереди много планов и задумок. Радищики обещают еще больше актуальных новостей, авторских проектов, интересных интервью, развлекательных шоу и игр. Настраивайте свои приемники на волну 94,3, либо 100,6 FM. Продолжается проведение мероприятий технического, технологического, проверочного характера на торговых объектах, реализующих пищевую продукцию. Проводятся такие мероприятия в соответствии с планом только за январь. Текущего года Алицким зональным центром гигиены и эпидемиологии было проверено 11 объектов, за февраль уже 10. Сотрудниками санэпидемслужбы выданы рекомендации и предписания с установлением срока устранения нарушений. 2024 год объявлен годом качества. Поэтому все действия нашей службы, нашего центра гигиены направлены на то, чтобы не было допущено на рынок потребительский нашей страны и нашего города продукции, которая не соответствует требованиям гигиенических нормативов. В рамках этого надзорного мероприятия осуществлялись замеры производственных факторов на рабочих местах, а также наши специалисты отбирали пробы пищевой продукции для исследований в лаборатории Лицкого зонального центра гигиены и лаборатории Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии под тем показателем, по которым наша лаборатория не аккредитована. Профессионализм и нацеленность на результат таких принципов в своей работе придерживается мастер аварийной диспетчерской службы «Лида ГАЗ» Алиция Микуть. Здесь она трудится почти пять лет и уже зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист. Ее ценит руководство и уважают коллеги. Почему девушка выбрала именно эту профессию и каково ей работать в мужском коллективе, расскажет Анжелика Зверко. Для мастера аварийной диспетчерской службы «Лида ГАЗ» Алиции Микуть неразрешимых задач нет. Она выполняет свои обязанности профессионально и качественно. Девушка работает в производственном управлении почти пять лет и ни разу не пожалела о сделанном выборе. У Алиции еще в школьный год и появился интерес к газовой и энергетической отрасли. После окончания девяти классов она поступила в Лицкий колледж на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Затем продолжила обучение в Полоцком государственном университете. Молодой специалист стала применять полученные знания на практике в аварийной диспетчерской службе «Лида ГАЗ». Мои функции входят в координацию работы поддержания постоянной готовности аварийной диспетчерской службы газоснабжения, локализация и ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение постоянного контроля за режимом потребления газа и за бесперебойные работы систем газоснабжения и сооружения на них. Осуществление также централизованного приема аварийных извещений и ремонтных заявок, их обработка и последующий анализ. Аварийная диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Она выполняет работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газораспределительной системы и газопотребления, а также ремонтно-технические заявки. Единая аварийная диспетчерская служба управления обслуживает не только Лицкий, но и Карелический, и Вороновский районы. Бригада в любое время оперативно выезжает на самые сложные вызовы, например, такие, как запах газа в квартире, подъезде или подвале. От момента поступления извещения до выезда машины на место проходят не более пяти минут. В подчинении у меня 27 человек, в основном это мужчины. Никогда не ощущала какого-то привязанного отношения к себе, скорее наоборот. На работе я в первую очередь специалист, а потом уже женщина. Атмосфера в коллективе всегда дружелюбная. Шутим, общаемся, помогаем друг другу. Когда возникает аварийная ситуация, каждый знает свои обязанности, сосредоточились и работаем. На вызов бригада едет с целым набором специальных инструментов. Сигнализатор кислорода, искатель газа, который помогает обнаружить утечку, и другими современными приборами. Алиция Микуть уверена, в любой внештатной ситуации главное не растеряться, а сработать четко и слаженно. По-другому в этой профессии нельзя. Она не считает ни один вызов напрасным. Лучше лишний раз вызвать газовую службу и убедиться, что все в порядке, чем потом сожалеть о последствиях. Отработав смену, Алиция спешит домой. Там ее ждет 7-летний сын Арсений. Обычно в историях про женщин, которые успевают совмещать работу и семью, почему-то не рассказывать о людях, без которых это все было бы невозможно. В моем случае огромную помощь оказывают мне мои родители. После работы сразу спешу домой к сыну, стараюсь все свободное время провести с ним. Ведь это время очень ценно для нас. У Алиции Микуть свободного времени немного. Она очень любит стихи и занимается спортом. Первичная профсоюзная организация «Лидогаз» ей всячески в этом содействует. Профсоюз предоставляет нам возможность приобретения абонементов в бассейн, тренажерный зал, билеты на концерты со скидками, участие в различных поездках, экскурсиях, также материальную помощь при заболеваниях различных. Коллеги характеризуют Алицию Юрьевну как настоящего профессионала своего дела. Она умеет быстро принимать верные решения и слаженно работать в команде. Кроме этого, девушка хорошо разбирается в людях и способна шуткой разрядить напряженную обстановку. Как коллега она замечательная. Всегда готова подставить плечо, протянуть руку помощи. С Алицией мы вместе проходили разное обучение по разным направлениям. Поэтому вместе учились. Как специалист она грамотный, ответственный работник. Побольше бы таких людей в коллективе. Замечательный коллега. Всегда уделяет внимание, вопросы решает необходимые. Никогда не остаемся мы без внимания. Любой вопрос можно подойти и решить с ней. Грамотный, молодой еще. Но растет над собой специалист хороший. В производственном управлении «Лидогаз» Алицию Микуть устраивают хорошие условия труда, перспективы для карьерного роста и достойная зарплата. Приятно работать в сплоченном коллективе, который никогда не откажет в помощи идельным советам. Вникнуть в проблему и дать ответ выездной прием граждан в Лиде 16 февраля проведет заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского обл. полкома, начальник криминальной милиции Максим Руды. Пообщаться лично с представителем областного ведомства можно будет в здании Лидского РУВД с 11 до 13 часов. Предварительно записаться на прием можно по телефону 64 58 19. Помимо этого, в часы приема Максим Руды готов выслушать граждан по вопросам, относящихся к компетенции органов внутренних дел и в ходе прямой телефонной линии. Номер для связи 64 58 55. Переходи по ссылке и покупай билеты. Романтики из Лиды лишились денег, пригласив виртуальную знакомую на несуществующий спектакль. Как сообщили в райотделе милиции, трое молодых людей в возрасте до 25 лет познакомились в мессенджере с девушкой и договорились о встрече. Собеседница попросила купить билеты онлайн и сбросила ссылку на сайт учреждения, где состоится спектакль. В итоге сайт оказался поддельным. После ввода реквизитов банковской карты у молодых людей списали со счета деньги. В общей сложности желание провести время в компании незнакомки обошлось литчанам в 4,5 тысячи рублей. Как правило, указанные сайты зарегистрированы за пределами Республики Беларусь и не имеют значка доменного регистра BY либо BEL. Для совершения всех мошеннических действий злоумышленникам использовался один и тот же аккаунт во всех случаях. Проявляя свою беспечность, молодые люди только осуществляли переписку с указанными дамами сердца, но при этом ни разу не соизволили созвониться с ними и поговорить вживую. В одном из случаев 18-летний юноша, пытаясь купить билеты, ввел данные карты. Однако оформить заказ не удалось, а для возврата уже списанных денег парня попросили дополнительно ввести данные. Он трижды пытался купить билеты, в итоге лишился всех денег. За период прошлого года было зарегистрировано 199 преступлений. Из них половину преступлений было совершено таким способом, как фишинг. Как правило, мошенники подделывают интернет-ресурсы, принадлежащие банкам, маркетплейсам и интернет-площанкам, на которых осуществляется реализация товаров и услуг. Для того, чтобы убедиться о том, что интернет-ресурс не является поддельным и на него можно спокойно перейти и осуществлять там какую-либо деятельность, его можно проверить на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. 15 февраля православные верующие отметят встретение Господни. Это один из 12 главных православных праздников, в котором завершается рождественский период. Применительно к празднику речь идет о библейском предании, когда Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм. По вычаю каждое семейство должно было принести в храм первенца для посвящения Богу на 40-й день после рождения. Накануне во всех храмах страны проходит всеночное бдение, а утром совершается божественная литургия. В этот праздник ежегодно освящают свечи. И мы вспоминаем, как Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм. И встретил Христа Симеон, богоприимец. И вот этот праздник, почему он называется встретением, встречей? Потому что встретились два завета, можно так сказать. Ветхий и Новый Завет. Представитель Ветхого Завета – это Симеон, богоприимец. А Новый Завет – это олицетворяет сам Христос. И вот в этот праздник традиционно освящаются во всех храмах свечи, которые мы возжигаем на молитве домашней, на каких-то праздничных трапезах. У меня все новости к этому часу. Сразу после программы события смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин